Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и жутких образах на празднике в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова. 26 ноября дочь самопровозглашенного короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла Виктория отметила свой 10 день рождения. В честь первого юбилея 3 декабря звездный отец устроил для девочки роскошный праздник, на котором собрались все представители шоу-бизнеса вместе со своими детьми. Для стилизованной вечеринки Киркоров на всю ночь арендовал виллу в элитном подмосковном поселке. Все гости и именинница были одеты в стиле главной диснеевской злодейки Круэллы. Само же мероприятие было наполнено символизмом и выглядело очень мрачно и зловеще. Снаружи вилла, на которой проходил праздник, была украшена новогодними огнями. На входе горели холодные фонтаны, а прямо к крыльцу вела красная ковровая дорожка. Подъезжающих гостей встречали два грустных ангела на ходулях, при этом их ноги напоминали копыта. В руках у ангелов были палки с изображением месяца. Все эти образы дают отсылку к так называемому лунному культу. Печальные лица ангелов словно показывают, что их заставляют служить злу. Внутри помещения, в котором проходила вечеринка, было оформлено в стиле главной злодейки мультфильма 101 Далматинец Круэллы. В интерьере использовались черный, белый и красный оттенки, что странным образом совпадает с любимыми цветами сатанистов. Черно-белая сцена и колонны с одной стороны соответствуют окраске далматинцев, с другой стороны они дают отсылку к шахматному полю, символизирующему у иллюминатов единство добра и зла. Под потолком зала находились сотни шаров золотистого цвета в форме сердечек, что может символизировать души людей. По периметру зала были установлены безликие манекены в платьях красных, белых и черных оттенков. На стенах можно было увидеть изображение пентаграмм и огромные люстры, символизирующие Люцифера. Вся посуда на столах, а также стулья, на которых сидели гости, были красного цвета. Выглядело все это очень зловеще. Аула Виктория была одета в костюм, являющейся точной копией наряда Эммы Стоун из фильма Круэлла. На имениннице была черно-красная юбка со шлейфом и пиджак с фигуркой летучей мыши, символизирующей возрождение и смерть. Само по себе использование девочкой образа главной диснеевской злодейки, которая собиралась сшить шубу из щенков, является как минимум странным. Сам Киркоров говорит, что его дочери уже давно нравится образ Круэллы, и она часто примеряет его на себя. В дополнение ко всему девочки сделали не по возрасту взрослый макияж. Сам Киркоров был одет в черно-белую шубу под цвет шерсти далматинцев. То есть он словно воплотил задумку Круэллы и шил себе шубу из шкуры щенков. В руках у артиста была трость с золотым набалдашником в виде льва. С одной стороны лев символизирует жестокость, свирепость и власть. С другой стороны сама трость Киркорова дает отсылку к образу Воланда из романа «Мастер и Маргарита». Накануне праздника всем гостям, которых было более 200 человек, именинница разослала видеоприглашение. Приглашения эти были более чем символичными. Сначала мы видим юную юбиляршу в белом плаще с капюшоном, стоящую на шахматном полу на фоне колонн, дающих отсылку к одному из главных масонских символов – колоннам, босс и яхин. Символизируют они равновесие противодействующих сил. Начиная с ног, девочку охватывает пламя. Затем она превращается в Круэллу и говорит, что ждет гостей на своем празднике. Далее появляются титры, на которых дважды делается акцент на том, что мероприятие – это только для избранных. Создается ощущение, что это приглашение не на детский день рождения, а на некий тайный обряд. Под избранными в данном случае могут пониматься те, кто посвящен в тайные знания. Всем гостям мероприятия предлагалось выдерживать дресс-код в стиле Круэллы. Одной из первых пришла поздравить Аллу Викторию Ксения Собчак со своим пятилетним сыном Платоном. Если мальчик был одет вполне обычно, то наряд Собчак явно соответствовал зловещей тематике вечеринки. Телеведущей была одета во все черное, а на ее голове находился черный чепчик, напоминающий траурную вуаль. На шее у Ксении красовалось ожерелье в виде змеи, дающей отсылку к рептилоидам и самому дьяволу-искусителю. Жена Олега Газманова, Марина, пришла на праздник вместе со своим 24-летним сыном Филиппом, которого она активно записывала в женихи, 10-летней девочке. И, кстати, по возрасту она подходит в жены моему сыну Филиппу, к примеру. Вы никогда не думали? Оделась Марина, так же, как и ее дочь, в стиле Круэллы. При этом один глаз Марины прикрывался вуалью с драгоценными камнями, что подчеркивало символизм всевидящего ока. Среди звездных гостей с на праздники присутствовали Сергей Лазарев, Ани Лорак, Жасмин, Артур Пирожков, Михаил Голустян, Алсу и многие другие. Побывала на праздники Киркорова и коуч-блогер Елена Блиновская, которая теперь влилась в тусовку звезд шоу-бизнеса. В качестве наряда Блиновская выбрала символичное платье под цвет шахматной доски. Среди приглашенных были и пока еще бездетные артисты. Так, на праздник пришел Даня Милохин в костюме кролика, дающего отсылку к веществу из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. С черными ушками на голове была и диджей Кати Гусева. Вел мероприятие Давид Манукян, который на премии Муз-ТВ 2021 прилюдно женился на Киркорове. Пришли на праздник и друзья Филиппа, дети которых уже давно выросли. Среди них были Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс с супругой, Игорь Крутой и многие другие. Большинство гостей несли в подарок Али Виктории деньги, либо бриллианты. При этом некоторые гости специально не отрывали ценники от своих подарков. Стоимость каждого подарка была в районе полумиллиона рублей. Рэпер Тимати в дополнение к деньгам принес именинница живого щенка-далматинца. С учетом того, что героиня мультфильма собиралась сделать с щенками, подарок этот выглядел весьма символично. Пока дети зарабатывали деньги с символичным изображением Круэллы и обменивали их на сладости, взрослых развлекали приглашенные артисты. Среди них была танцовщица-акробатка в огненно-красной юбке. Девушка поднялась под потолок, держась руками за огромную люстру со свечами, символизирующую Люцифера. Во время шоу-программы на экране за сценой можно было увидеть главный символ иллюминатов, пирамиды, напоминающие некий портал. Поверх них красовалась надпись Труала, что в переводе означает «Истинная Алла». В конце праздника вынесли огромный черно-красный торт. На его вершине стояла злобная Круэлла, держащая на поводке далматинцев. Именинница задула 10 черных свечей, установленных на нижнем ярусе торта. В целом, по кадрам мероприятия, которые есть в сети, можно сказать, что дети не сильно радовались празднику. Алла Виктория равнодушна и даже надменно принимала бриллианты от папиных гостей, которые соревновались между собой за право максимально угодить хозяину торжества. Так называемые «избранные» думали лишь о том, чтобы показать себя перед остальными в выгодном свете. Формат и стиль мероприятия явно не соответствовали детскому празднику. Мрачные декорации, символичные выступления артистов и десятилетняя девочка в образе главной злодейки Диснея больше ассоциировались с балом темных сил во дворце у Воланда. Ну и конечно, остается только догадываться, что могло остаться за кадром этой вечеринки. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!